В век высоких технологий, казалось бы, что может быть проще, уж простите, молока и мясо? И в то же время статистика как повод задуматься и обсудить, насколько я знаю, более 50% продукции региона в этом сегменте идет на экспорт, или я ошибаюсь? Михаил Николаевич сказал о продовольственной безопасности. Продовольственную безопасность мы обеспечили еще 10 лет назад, а может и больше. Сейчас мы один из основных мировых игроков на рынке молочных продуктов, то есть всего мира. Мы достойные пятерки, по некоторым продуктам мы третий, это экспортеры, мы третий в мире экспортеры сыров. Также в пятерке мы по сухим молочным продуктам, по маслу сливочному, с нами считаются. Поэтому здесь мы уже в топах. По мясной продукции мы в десятке, по самым экспортно-ориентирам нашим показателям, мы в десятке мировых экспортеров мясопродукции. Неужели наше мясо и молоко действительно востребовано в Турции, Эмиратах, США? Список можно продолжать. Но в мире профицит. Сырья были бы денежки. Это не в удовольствие нас покупает, это в очень жесткой конкурентной борьбе во всем мире. Мы работали в 30 странах мира в 2020 году, 29 это стабильных стран. Это самые крупные кластеры, которые импортируют продукцию. Это богатые нефтяники, это там, где не совсем благополучно с экологией, это там, где нет такой культуры и массовости производства. Это Северная Африка, Ближний Восток, страны Персидского залива очень богатые. Азия, ну Китай это отдельное вообще направление нашей работы, поэтому мы... То есть другими словами, вот эти бренды сделаны в Беларуси, сделаны на Гомельчане, все что равно качество. Они уже сегодня играют даже в кризисное время на нашу экономику. Это своеобразные бонусы. Вы знаете, наверное, да, есть. Есть такой бренд страновой, есть бренд региональный. Главный нарратив этого бренда это качество. Но на каждом рынке нас немножко по-разному воспринимают. Допустим, в Юго-Восточной Азии это европейское качество. То есть Беларусь, Европа, качество. На рынке Ближнего Востока близк то же самое. Экология, экологичность, очень много озер, зелени. Вот так воспринимают, тоже хорошие продукты. На близких рынках Беларусь, качество, ГОСТ. То есть традиции, которые не нарушены, а только эволюционировали.